Ничто так не портит экономику, как отсутствие конкуренции. А за тем, чтобы добросовестная конкуренция на рынке присутствовала, неусыпно следит УФАС. Во вторник руководители Ивановского управления рассказали журналистам об изменениях, которые предстоят их ведомству, и об основной работе, проделанной за последнее время. В центре внимания сейчас торговые сети гиганты. Например, магнит, который балансирует на грани превышения допустимого порога доминирования в области. В Южском районе этот процент самый большой. 45, почти в два раза больше нормы. Сейчас ведется работа по урегулированию этой ситуации. Один суд УФАСом уже проигран из-за лазейки в законодательстве. Но праву на торгового гиганта антимонопольщики обещают найти. На сегодняшний день мы провели объемную работу. Мы определили, запросили магнит о всех действующих договорах на территории Ивановской области. Определили, что в восьми муниципальных образованиях их доля превышает допустимую норму. Но все эти договоры, пока мы сейчас будем этот вопрос, скажем, уже через встречный процесс смотреть, пока по представленным документам все это произошло до 1 июля 2010 года, когда до вступления этой нормы. Продолжают отслеживать ситуацию на рынке ритуальных услуг. Здесь по-прежнему много нарушений. Компании, ну как правило их действующие ритуалы, были наделены полномочиями по ведению архивов, выделению мест под захоронение. Это властные полномочия. И в результате, когда приходил на рынок иной участник, ему чинились всяческие препятствия. То есть ты пока не заплатишь нам за услуги, ты не попадешь на оклад. Обещать запрещено. И вот мы столкнулись с такой системной проблемой и ее вывели. Сейчас многие уже в Ивановском районе у нас Фурманов, Тейкова привели в соответствие. Приводят или привели в соответствие свою нормативную документацию. В еженедельном режиме отслеживается ситуация с бензиновым подорожанием. В розницу оно незначительное, а вот оптовые цены подскочили стремительно. Что определенно наводит антимонопольщиков на мысли об изначальном завышении тарифов. Здесь тоже нужно разобраться. Вы понимаете, что если на 23% в опте повысилось, то в рознице не может не повыситься. И, конечно, для меня так немножко странно, когда повысилось на 4% в рознице, а на 23% в опте. Значит, как минимум 19% это такой запас прочности, который ранее потребитель оплачивал. Но чудес же не бывает. Особенно, что касается бензина. Но вопросом этим будет заниматься центральный аппарат Уфаса. Ведь на местном уровне докопаться до подноготной топливных кампаний просто невозможно.